здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас во втором видео уроке курса который называется сделай сам свое видео курса по видеомаркетингу и во втором видео уроке мы с вами будем говорить про видео контент но сначала давайте разберемся что же такое в принципе контент контент это информация а интернет это один из способов распространения или передачи этой самой информации да или контента на самом деле глупо полагать что люди приходят на ваш сайт просто так ради для того или для того чтобы просто зайти на сайт они просто взяли и подумали почему-то дай дай-ка я введу название этого сайта и просто забреду на этот сайт они приходят за тем контентом который содержит ваш сайт они приходят за той информацией которую они получат с вашего сайта они приходят за содержимым вашего сайта. Они хотят узнать что-то полезное, посетив ваш сайт. Так вот, контент вашего сайта это и есть содержимое сайта, та информация, ради которой люди приходят к вам на сайт. Давайте теперь разберемся в том, какие же основные виды контента на интернет-сайтах бывают. Основные, здесь я выделил три группы контента. Первая группа контента это тексты, это текстовые статьи, текстовые материалы. Я думаю, вы прекрасно представляете, что это такое. Поисковые системы уже очень давно, с самого начала появления интернета, научились грамотно и правильно анализировать тексты сайтов в интернете и грамотно, и что самое главное, релевантно тому, что пользователи ищут в интернете, выдавать эту информацию, выдавать эти текстовые статьи на своих страницах поиска. То есть, человек ищет какую-то информацию, у поисковой системы есть база про индексированных, про анализированных статей на эту тему. И на основе анализа этих текстов поисковая система выдает человеку наиболее релевантные, наиболее близкие по смыслу результаты выдачи, результаты выдачи. Человек получает то, что он хочет. Есть также графический контент. Это всякого рода изображения, графика, может быть фотографии, к примеру. Это тоже отдельный пласт контента, отдельный пласт содержания, который есть на сайтах. И поисковая система точно так же умеет анализировать, что это за графика, что это за изображение и за картинки. Но опять-таки, этот анализ в основном базируется на анализе текстовых описаний этих изображений, плюс на анализе тех самих статей, да, и самих текстов, куда эта графика вставлена. Есть еще другой пласт контента. Здесь я выделил в такую группу аудио и видео. То есть это аудиоконтент и видеоконтент. Это мультимедиафайлы, которые содержат в себе звуковую речь и видеоизображение. На самом деле, это один из самых удобных видов информации, который способен воспринимать человек. И с увеличением скорости интернета вполне логично, что этот контент, контент этого вида, он начал приобретать все больше и больше популярность. Ну и другой мультимедиаконтент. Под этим я понимаю, там разного рода файлы, программы, какие-то игровые сервера. Что это еще может быть? Это может быть, допустим, онлайн какие-то видеотрансляции и так далее. Сейчас нас этот другой контент интересует в меньшей степени и мы с вами в этом видеокурсе в нашем сфокусируемся больше как раз таки на видеоконтенте. Видеоконтент сегодня. Сегодня люди предпочитают просмотр видео, чтение огромных текстов на 10 тысяч знаков и более. Просто потому, что такова природа людей. Просто потому, что воспринять видео гораздо проще человеку. Именно поэтому с увеличением скорости передачи информации в сети растет популярность видеоконтента. И этот рост идет лавинообразными темпами. Именно поэтому феноменальную популярность набирают различные видеопроекты в интернете. Ну, конечно, плюс к тому же в интернете отсутствует цензура и, соответственно, можно под этот видеопроект собрать достаточно большую разношерстную аудиторию. Ну, а то, что интересно или полезно людям, автоматически способно приносить хорошие деньги. Ваше дело научиться создавать интересные видеоролики, научиться их продвигать, делать доступным большому количеству людей. Ну, а то, как вы эти видеоролики будете монетизировать, превращать в деньги, это уже больше зависит от вашей стратегии монетизации вашего видеоконтента. Об этом мы тоже с вами поговорим. Давайте сейчас разберем преимущества видеоконтента перед текстом. Я выделил пять основных. Конечно же, их значительно больше можно выделить, но здесь я собрал пять основных преимуществ видеороликов перед текстом. Легкость восприятия информации человеком. Это первое. Смотреть видео значительно легче, чем вчитываться в огромные тексты. Это, конечно же, не значит, что тексты сегодня теряют свою актуальность. Вовсе нет. Более того, именно на основе текстовых описаний расставляются по позициям. Что будет первым, а что будет в двадцатом, к примеру, на странице поиска у человека. Именно на основе текстовых описаний видеороликов формируются страницы результатов поиска, допустим, в поисковой системе YouTube. Или в поисковой системе Google, если идет поиск по видео. Второе преимущество. Наглядность материала. К примеру, человек видит видеоурок и повторяет шаг за шагом то, что он видит на экране монитора. То, что он должен видеть на своем экране, он видит в видеоуроке. И ему гораздо проще сориентироваться в тех действиях, которые ему нужно сделать для того, чтобы получить результат. В тексте это сделать значительно сложнее. В тексте задействуется сразу несколько каналов восприятия. Визуальные образы, текст и аудио. И это, в свою очередь, во-первых, позволяет гораздо эффективнее понять человеку то, о чем идет речь в видеоролике. И во вторую очередь, это также формирует быстрее доверие к вам или к вашему бренду. Потому что информация, поступающая от вас к человеку, она идет сразу по нескольким каналам восприятия человека. Через видео, через текст и через аудио. Четвертый, по порядку, да, у нас в списке, но не четвертый, по важности, конечно же, момент. Мы управляем процессом подачи материала. Человек смотрит видео в той последовательности, в которой мы сделали этот видеоролик. Тут нельзя, к примеру, самостоятельно опуститься на несколько параграфов ниже, да, там, или перейти там с одного слова на другой. И тем самым пропустить какой-то важный текст. Нет, мы человеку даем, задаем ту самую очередность, которую мы запихнули в этот видеоролик. Да, человек поэтапно пойдет от самого начала к концу ролика, и он получит всю эту информацию в той самой очередности, которая нам нужна. И пятый момент, это возможность бесплатно разместить свое видео на ведущих видеохостингах и абсолютно без вложений бесплатно привлечь еще больше трафика на ваше видео или на ваш сайт. Таким образом, интернет дает вам возможность. Первое, это просматривать видеоконтент, созданный другими людьми и выложенный на сайте или видеохостинге. Второе, создавать свое видео и делиться им с родными, друзьями и другими людьми, в том числе и через интернет. И третье, использовать свое видео как инструмент для заработка и продвижения своего бизнеса, своих товаров и услуг. И процесс продвижения себя или своего бизнеса через видео называется видеомаркетинг. Об этом, о видеомаркетинге мы с вами уже подробнее будем говорить в нашем следующем видео уроке, который как раз таки так и будет называться. Видеомаркетинг.